здравствуйте мастер я хотела поделиться и спросить вчера я вошла в медитацию и вы мне приснились и вы смотрели на меня так четко прямо как сейчас у меня были чувства глубокие что вы мой друг и что вы меня пригласили я вас приглашаю к себе это было приятное ощущение у меня появилась боль здесь слева и у меня обычно в втором сегменте постоянно есть проблемы и и с мочевым пузырем из я понимаю что эта сексуальная энергия которая просто наверное не работает как как надо в моем теле пока не будем делать вывода окей я всегда это дело но попробуем этого не делать я хотела спросить к чему к чему это может относиться и как вы относитесь к этому да сначала с началом медитации совместных или с началом ретрита или с началом взаимодействия с мастером все констатируют какие-либо ощущения начинающиеся в теле то есть есть болевые даже ощущения какие-то или какие-то не очень приятные ощущения или еще что все это есть исправление искажений которые вы накапливали жизнями и всю жизнь ну вот эту жизнь до тела накапливали эти искажения вот если они о себе заговорили эти искажения это значит возникает их исправление поэтому если ты отпустишь этот вопрос не будешь наблюдать а в доверии будешь пребывать то у тебя исправится все что там искажено но кроме этого тебе нужно обратить внимание на то на то твое отношение к мужскому полу к взаимодействию с мужчинами или там с твоим отцом вообще с аспектом мужским в твоей жизни на что именно обратить внимание когда обратить внимание чтобы облегчить и в дальнейшем больше не возникало не возникали эти искажения имеется ввиду вот то что ты перечислила то есть проблемы с мочевым пузырем там женских органах и так далее вот даже кишечный кишечный кишечник и так далее то есть все вот этот вот весь сниз чтобы не возникали эти искажения тебе нужно пересмотреть а вернее сказать осознать осознать твое восприятие мужского до сих пор и это культивируется системой всем женщинам навязывают феминизм навязывают независимость отдельность и силу как будто какую-то да равноправие вот это является причиной причиной того что женские энергии искажают с приходом этих искажений женщины страдают болезнями болезнями то есть болезни это следствие следствие вот этих искажений если у тебя что-то болит или или доктора констатируют какие-то опухоли там я не знаю кисты или еще что-то да всевозможные могут быть проявления это говорит о том что твое взаимодействие с муж с мужчинами не гармоничная не гармоничная не больно по божественным законам по конам понимаешь у меня мужская энергия очень завышенная у меня тестостерона много я такая бурда конечно конечно так ты посмотри на вообще женщин вокруг как это балансировать я вроде но устраиваются быть более пассивная более принимающая более отдающая любовь отдавать любовь ну да что три мужчина для женщины это бог если ты в нем не растворишься а будешь богоборцем отдельный ходить на феминистские движения там в общем и говорить ты мне не нужен я сама тут ну в общем ты поняла да то все жди 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 вот этих искажений жди жди хирургов понимаешь хирургов хирургов жди да они то него они что они тебя лишают женского легко ножичком чик чик и все и вы как говорится все если ты не проявляешь женское зачем она тебе вот вырезая отрезают и все выбрасывают так устроено в этом все дело понимаешь вот и все если ты не осознаешь этого глубоко то будешь сталкиваться с подобными проявлениями с болезнями болезнями женской сфере в теле не даже антибиотик не помогает это дошло до этого я все все что угодно ничего не поможет конечно ничего не поможет я же тебе говорю только хирурги больше ничего они они лишь как четко справляются с этим вообще легко и ничего не помогает понимаешь больше а почему потому что ты проявляешься криво ты сама позволила же своей женской природе исказиться исчезнуть понимаешь ты сама вырастила в себе мужчину да я понимаю это я я чувствую это но я выросла без папы я взяла на себя вот эту мужскую ответственность но я не завишу от мужчины я сама в себе вырастил мужчину защищать себя защищать мою маму потому что вам очень чувствительная такая такая хорошая у нее и поэтому мужчины в твоей жизни не появляются они появляются но исчезают с энергии неподходящей неподходящей знаешь нет почему у них энергия неподходящая потому что твоя энергия неподходящая это кто сейчас подождите человек кто сюда попал еще как будто голос был вы тоже слышали вот так понимаешь вот о чем тебе нужно что тебе осознать надо окей у меня еще один вопрос я борюсь с подожди так все таки ты не ну как бы чтобы закончить вот эту эту этот разговор по поводу твоего взаимодействия с мужским да вот тебе нужно осознать что ты в мужчине должна раствориться полностью то есть полной отдачу пребывать понимаешь то есть утратить эго полностью что еще раз эго утратить то есть ничего не желать себе понимаешь то есть полностью посвятить себя мужчине и тогда ты будешь абсолютно здорово и твой мужчина будет сильно 100 энергии которую ты не находишь к понимаешь я понимаю это и знаю это она на практике она в жизни не могу конец это надо очень так знаешь почему потому что система тебя так выстроила то есть ты уже привыкла к тому что твои энергии вот завалились в сторону мужского понимаешь и ты не можешь как бы переосмыслить то есть перед осознать свою истинную природу найти не можешь теперь уже потому что в тебе уже мы проявлено колея такая накатана знаешь мужская и ты вперед там я могу все сама вообще мне никто не нужен мне так мама научила научила конечно мама сама такая понимаешь это же из рода в род происходит за мама дочки дочка своей дочки вот все это прописывается так передается вот эти искажения они исправляются исправляются рядом с мастером если ты готова осознать то о чем говорится конечно ну вот и все принимаю благодарит и осознай осознай и начни проявляться проявляться гармонично наша проблема вроде я назову даже не стесняясь это критика очень завышенная много диссонанса как сказать все верно диссонанс да ну мы мы на все смотрим критическое мышление да и это ну я это культивируется критическое мышление это тебя принимают на работу например и и там написано если у тебя критическое мышление спрашивает если пишешь что если у тебя нет критического мышления тебя не берут на работу я там что я чувствую что я борюсь с этим я с этим живу ну у меня мама очень критически относится к миру но это ее путь но на меня это плохо влияет и я вроде уже повзрослела и поняла что это меня не касается то что в ней происходит но все равно это как-то мне понижает вибрации я бы хотела вырасти из этого и стать более не под этим влиянием до вырасти из этого можно только не вовлекаясь в системные вот эти настройки а системные настройки настроили тебя вот так как настроили и они тебя настраивают на то чтобы ты прошла все эти круги с хирургами и со всеми пирогами другие понимаешь с отсутствием детей там ну и прочее система так тебя настраивает она тебе говорит да ты не волнуйся ну и что что ты мужик ну к примеру да говорит подумаешь там эко есть или там еще чего-то там и тебе в пробирке дадим детей. Понимаешь? А то, что эти дети не способны к жизни, у них нет ни силы, ни иммунитета, ничего. Понимаешь? Это уже как бы, ну, ты не берёшь это в учёт. Откуда начинать? А начинать с себя, вот осознание. С осознания того, что тебе сейчас говорится. С осознания глубочайшего. Того, как же женщина должна проявляться. И где находится гармония между мужчиной и женщиной. Где она находится? Гармония. Вот источник этой гармонии. Где? Женщине. Мужчина вообще, он ведомый, понимаешь? Он может быть тряпкой, а может быть сильным. И это зависит от женщины. Потому что то, как о нём думает женщина, таким мужчиной становится. Нахон. Это правда. Спасибо большое. Благодарю.